Всем привет! Меня зовут Женя и с вами Туркишкук. Сегодня мы будем готовить самый простой плов из булгура. Для этого нам нужно где-то столовая ложка сливочного масла. Растапливаем ее на сковородке. Когда наше масло растопилось, мы добавляем наш булгур. И просто в течение нескольких минут вот так вот его помешивайте, чтобы он немножко как будто бы подрумянился. Не оставляйте сковородку, смотрите за ней. Вот таким образом. Можно включить не маленький огонь, а такой средний, даже выше среднего. И вот таким образом. Этот булгур подходит к любым мясным блюдам, к овощным рагу, то есть к чему угодно. И готовится очень просто, очень быстро. Его не надо промывать, в отличие от белого риса. Вот таким образом. Мешаем, мешаем. Вот смотрите, какой он уже подрумянилый. Пахнет жареными семечками. Вам видно, как он? Он становится таким золотистым, поджаристым. И пахнет реально, как будто жарятся семечки. Главное, чтобы не пахло паленым. Вот, конечно же, есть разные виды. То есть можно этот плов готовить по-другому. Например, сразу пережарить лук, потом добавить салча, то есть эту томатную пасту. Вот, и после этого уже добавлять непосредственно булгур. Вот, но я хочу вам изначально сейчас показать самый простой способ, но тем не менее тоже вкусный. Вот, и я бы сказала, даже более полезный, потому что булгур все-таки более полезный, чем белый рис. Ну, если это шлифованный белый рис. Хорошо, сейчас уже, когда, вот видите, он такой коричневый стал, мы сейчас будем все заливать водой, накрывать крышкой и не открывать до того времени, как вода полностью испарится. То есть не надо выпускать этот пар, чтобы оно хорошенько все приготовилось. Да, и солить вы можете сейчас, можете попозже. То есть я не солю, поэтому сейчас я уже заливаю водой и накрываем крышечкой. Вот столько мы налили воду, воды, точнее. Сейчас накроем крышкой и наблюдаем. На маленький огонь ставим, и чтобы оно медленно, медленно готовилось. Вот так, делаем меньше огонь. Все, практически готово. И вот, наш плов готов. Смотрите, какой он рассыпчатый. Где-то буквально 15 минут с накрытой крышкой в водичке. Вот он такой. Очень вкусный. Поэтому надеюсь, что это видео вам было полезным. Если это так, то ставьте ваши пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, и будем готовить вместе. И спасибо, спасибо, спасибо вам за внимание и за ваши комментарии. Мне очень приятно их читать. Ну, а сейчас приятного аппетита и пока-пока.